привет друзья вы смотрите канал около музона и сегодня мы посмотрим видео с канала фред гитарист видос называется умеет ли играть на гитаре дэйв наварро давайте посмотрим честно говоря я даже не знаю что это кто это гитарист поэтому давайте посмотрим еще раз всех приветствую ну что ж сегодня у нас свежий выпуск рубрики умеет ли но сначала небольшая благодарственная речь моей огромной гитарной семье как видите я сейчас немножко нестандартно одет такие получаются люди x это потому что буквально вчера я сделал операцию по коррекции зрения и операция достаточно сложным отходняком потому что другую просто делать было нельзя и в общем поэтому приходится вот такую штуку периодически носить для дополнительной защиты глаз от внешних воздействий и в общем по стоимости операции в израиль она обошлась получается в рублях 148 тысяч и львиную долю помогли собрать подписчики то есть донаты и на стримах и в общем огромное огромное спасибо в том числе отдельное спасибо альсандр пушному который сделал оффлайн донат и в общем полину так вот если прикинуть что просто зрение за 100 за 150 тысяч условно можно сделать как бы круг что ты просто круто видишь это конечно просто магия то есть раньше люди об этом мечтать не могли сейчас просто за 148 тысяч это не такие деньги чтобы сделать именно зрение то есть как бы не носить очки не носить какие-то линзы еще что-то не делать то есть блин это кайфовая штука прикольно еще раз всем огромное спасибо за возможность наконец-то прикольно пушно ему задонатил вообще жесть идите своими глазами конечно пока я все может так мутновато проясняется но уже могу как бы там и четкие вещи видеть за компом там и так далее на улице ходить продавцов на точках и в общем все будет чикаго огромное спасибо вам ну а мы сейчас будем разбираться умеет играть на гитаре дэйв наварро поехали и так все как обычно тип личные условия то есть урок гитарист максимально разыгран трезв и готов показывать свой максимум я немножко загуглил дэйв наварро играет на гитаре семи лет то есть напомню что ричи код сын играет на гитаре семи лет пол гилберт не ошибаюсь девяти цитряли по моему с 14 петруч из 14 но в общем дэйв наварро ему есть что этим ребятам противопоставить но давайте посмотрим помогли ли ему эти годы справиться хотя бы с каким-то простейшими вещами погнали понятно что сейчас уже будет дикий хлеб скорее всего али сначала он будет показывать по моему какой-то риф приступаем very simple но уже не получилось нормально начать уже все уже потрогал пошлашал поскрепил но бывает у всех да то есть понятно что как бы по одному такую штатную такую штуки еще рано судить но что-то мне подсказывает потому как он взял гитару как он перекособочился с правой рукой как он не соблюдать все типичные правила нормальные всякие виртуозы типа гилберт и прочее как все уже пошло не так я думаю что будет плохо но давайте посмотрим видите то есть он хотел собирать просто банально авто потом остановиться но остановиться нормально не смог потому что любой начинающий гитарист начинаешь опять же на помощь ноги бомбят и как но он кстати и начал играть то есть он по струне он оперся медиатором на струну как я увидел и и вот так вот типа уже с опершись на нее как бы ее извлек звук а по идее нужно именно вломить то есть медиатор должен быть оторван от струны и вломить ну вот как мне кажется начинающий он играет семи лет господа начинающий опять же значит по скиллам начинающий то есть он равен тому кто начал играть на гитаре там не знаю три дня назад то все захотел выполнить музыкальный задача дать пару но нужно потом просто исчезнуть а у него исчезнуть не смогли у него получить и с двух сторон и левая правая на первых приглушили рассинхронного во вторых они просто приглушили с огромным количеством грязи поэтому мы слышим поступки пользуясь случаем хотел бы также напомнить вам уже подписчики что в магазине педалзу работает специально промо-код на скидку 10 процентов наушек электрограммоникс так что прошу любит устава гитарно зубов давайте пожалуйста суши гитарно пока просто нервяк это да я хотя вижу то что это какого-то большого урока видос то есть я думаю что к этому моменту он успел уже там справиться с волнением и так далее мы посмотрим тут пошло кривое месиво и рассинхрону то есть как бы это не совсем асинхрон потому что же делать хаммер но тем не менее получается по ритму нервяк то есть должно быть наверно так понимаю то есть любой нормальный то есть работа даже в этом богу то грувец там типа но он-то не может сделать поэтому все дерганая кривое не совпадал что-то далее посмотрим дальше здесь пережал потому что дико нервничал все получилось ужасно плохо я возможно даже понял и вот я народ просто смотрю эти умеет ли и вот понимаю что просто все одно и то же у всех у них вот просто одно и то же я не понимаю как с этим можно спорить в целом это все звучание это просто какой-то шуршание ягнят то есть здесь нет какого-то рока нету там даже если кто-то по я вот знаете что еще понял помимо всего этого то что получается почему вот у них блин как она так соскочила то вот нормально почему получается когда слушаешь концерт например может вот такой гитарист быть да как бы жухлый скажем так а на концерте вроде более-менее что-то звучит потому что допустим в группе может быть хороший барабанщик хороший басист и хороший вокалист и вот они все делают грув дают ритм все а гитара она как бы жужжит и то есть гитара это как сказать-то это не ритмичный инструмент скажем так то есть ритмичный инструмент барабан и бас да как бы которые как скажем перкуссионный инструмент да а гитара не перкуссионный инструмент и получается что бас барабанами валят плотно как бы четкий ритм, а гитара просто жужжит, чуть-чуть не попадает, но это не так слышно, она просто какую-то ноту дает, даже если она дает чуть-чуть ноту не ту, пережатую, смазанную, то все равно из-за того, что есть бас низкий, который играет четко, он как бы выравнивает это все, и в целом это все звучит более-менее типа нормально, ну вот именно на концертах, то есть если все остальные музыканты как бы нормально играют, то есть вот такая вот может быть ситуация, поэтому на концерте этого не слышно, вроде типа концерт валят, круто, а когда он один сидит, один на один с гитарой, все, слышно каждый шорох, каждый там диссонанс, ритм не тот, и все как бы, и тут это слушается ужасно. Панк представьте, нет панка, то есть панк, все люди могут вваливать вполне крепко играют там. Вспоминаем тех же самых там сам футиван и так далее, огромное количество команд, которые вваливают крепенько, те же самые студийки, о спринг и так далее. Тут, конечно, пока редкостная шляпа, посмотрим дальше. Кстати, еще фред играет вот этот рифак, он показывал, он все время сверху играет, даунстроком, а он играет переменным, но переменный у него какой-то странный, то есть он не знаю, что я не пойму, он по-моему, тоже не совсем правильно играет, мне кажется. Пытается ускориться, зачем? То есть опять же, всегда, когда человек такой пытается ускориться, будет получаться герман лить, то есть. Полно, то есть он не понимает, какой триф играется, может быть, он как бы табу помнит, но он не помнит это пальцами, поэтому при попытке ускориться сразу все уходит просто. Да, естественно, флажолет получился завышенный, нервозный и на фоне флажолета куча мусора, то есть не чисто, да, флажолет аккуратно, а именно там собрал кучу хлама. Ну, если он такой весь... Ну, хотя бы флажолет получился, например, у новичка может не получиться даже сам флажолет, например. Здесь я рифач, давайте посмотрим, как он взаимодействует с барабанами, потому что, естественно, для рифачей с барабанами надо уметь взаимодействовать. Вообще никуда. То есть гвоздей 0%, то есть он пытался там вообще какие-то нули месить, но они не попали никуда. Здесь давайте я сделаю небольшую вставку, опять же, наверное, будет бомбеж, чипах, ты такой упендрёж. Ну, просто мне, опять же, проще все показать на своем примере. Конечно, могу вставить и того же самого Мика Томпсон, и Саню Блинова, и Джордж Милтон, и Джефф Уотерс, но давайте я вставлю свой какой-нибудь кусочек и посмотрю... Не, лучше, конечно, свой, потому что преподаватель, он и должен свой вставлять, чтобы авторитет был учеников. То есть ты показываешь, как надо, и все такие, о, нифига себе, прикольно. Говорит, что такое попадание в барабаны, как оно звучит, и как вообще звучит чёткая игра на стриме живьём. Блин, вот было бы прикольно, если бы он этот же рефак, который тот чувак записал, как бы сам записал бы барабаны, и под него бы сыграл именно тот рефак. Вот что людям не хватает, я думаю. Хотя всё равно будут, блин, хейтить, найдут к чему придраться, типа это фанера там, он всё выровнял и так далее. То есть да, сразу начнут, да он всё там поравнял, да. Ну, как бы да, тут как вот это сделать? То есть вот просто, понимаете, ситуация безвыходная какая-то. Поэтому он ставит пример, где он попадает в барабаны именно со стрима с живого, где он типа не мог обмануть. Ну, короче, такая фигня. Ну, теперь спокойно двигаемся дальше. Прошло много времени, Дэйв Навара стал матерый, одел шляпу, одел тело, он же обычно голый был, здесь весь просто такой одетый, сидит в какие-то фишечки, фенечки, и типа вот сейчас он должен просто свой гитарный стрима показать на максимум. Да, в молодости все ошибаются, бывает всякое. Где-то не дожал, где-то не доделал, но годы берут своё в плане опыта, и сейчас господин Навара, я думаю, что вломит рифы так, как это должно быть. Но давайте не будем надежду терять, посмотрим. К сожалению, умение начинать играть на гитаре за эти годы не появилось. То есть всё точно так же шуршит. Опять же, когда скажут, допустим, что это такой почерк, такая особенность, если мы вырубаем студийки, то крайне редко есть ситуация, когда у нас, допустим, риф начинается вот с такой возни. То есть понятно, что бывает там powerslide, бывают такие там скрипки, бывают какие-то скретчи, еще что-то, но вот с такой возни рифы на студийках не начинается. Поэтому не нужно говорить, что это какая-то фишка, особенно это просто человек не умеет начать играть риф. Не получается. Ну, то есть у меня опять же есть отдельный видос на эту тему, который назывался «Как правильно вступать в барабаны?», «Как правильно брать гитару?» и так далее. Ну, я на уроке с Фредом тоже у меня так тяжело получалось начать, чтобы вообще шорохов не было. Но у меня даже не такие жесткие шорохи вначале, как у него. Ну, то есть даже близко не такие. Человек с этим не справляется. Опять же, когда смотрим гитаристов нормальных, они с этим справляются легко, потому что это общий гитарный этикет для всех. Это не фред гитарист придумал, это общее для всех тех, кто умеет играть на гитаре. Смотрим дальше. Вот это была та самая классическая бочина бегемота. Кто, помню, смотрел стримы, когда мы обсуждали, да, что люди начинают делать слайды, и слайды эти... Вот так звучат максимально фальшиво, мимо нот, мимо всего. И вот эти вот квинты, что он пытался играть, типа, вот... К этому такая штука не попал, к сожалению, никуда, ни в одну квинту нормально. То есть, давайте посмотрим еще раз. Тоже, какая-то беда. Для тех, кто вдруг не слышит нюансы, да, давайте я сделаю спицом помедленней, и вы послушаете вот эту просто нелепую перловку, что там происходит, как кажется. Смотрите. То есть, хуже сыграть надо еще очень сильно постараться. То есть, это типичные, опять же, новичковые такие ошибки, когда человек не может так винт нормально поставить, и как бы партию не звучило, и даже если бы он звучил, все равно не погло бы, потому что просто в руках нет этого. То есть... Народ, я вам, кстати, расскажу историю тоже. Я давно-давно еще такой, типа, думал, что у меня гитара не строит. И я там у профессионального музыканта показываю, то есть, зажимаю просто аккорд до, ну, ц. Вот. Играю, говорю, вот не строит. Он говорит, ну, мне кажется, ты пережимаешь чуть-чуть. Я такой, да не-не, я прям еле-еле струн касаюсь, типа, не-не, все нормально. Вот. И я уверен был, он такой, но он же не будет мне прям доказывать, да, как бы, он просто сказал, что, да нет, скорее всего, пережимаешь, и все, что-то не так зажимаешь, как бы, качественно. Но спорить не стал, не стал меня убеждать, ничего. И я был уверен, что просто гитара не строит. Но прошли годы, и я понял, что у меня гитара все нормально строит, не строили мои пальцы. То есть пережимал, как-то неровно зажимал, еще что-то. Вот такая фигня была. Простой аккорд, как бы. Как-то он. Вот эти вот ноты, когда человек скребет, когда он не знает, где, как правильно прижать, когда все-то идет с синхронами, то есть в итоге это получается звучит просто... Я думаю, что многие, кто были на всяких реп-базах, московских, необязательно. То есть заходишь, люди там курят, к ним водичку пьют, тапки меняют. И обязательно есть какая-то группа такая за стеной, которая тоже стоит, играет там. Барабанишь. И вот как... Да, мы и мышь, мы... То есть вот, пожалуйста, татуировки. Ну, напомню, да, что мы не обсуждаем внешний вид, но просто это классическая такая тема. Знаете, допустим, какая-то рыба там адски ядовитая, вся такая оранжевая, салатовая, фосфорная, вся светится, чтобы ее типа не трогали. Здесь то же самое. То есть на многих такое действие, когда ты адски разоденешься, просто вообще весь такой гремиш с цепями, типа, что, думаешь, я на гитаре играть не умею? Смотри на меня, видишь, я умею. Татуировка есть и далее. Но по факту, когда эти люди пытаются играть на гитаре, даже простейшие вещи, происходит абсолютно крахинг. Абсолютно. То есть вердикт до Ивановара, за сколько там, лет 40, играет на гитаре или 50, не получается ничего. Даже взять ее без грязи не получается. Вообще, честно говоря, очень странно, что за столько лет действительно, как бы, такие вот простейшие, что взять гитару и не нашуметь, я не знаю, это очень странно. Я прям даже этого не могу понять особо. То есть я особо не занимаюсь, как бы, и все равно я как-то научился держать нормальную гитару, чтобы там ничего не шумело, там, да, что-то скрежетов таких нету. То есть, как бы, квинты у меня строят более-менее нормально. Ну, то есть, как бы, я не знаю. Что он делал эти годы с гитарой, я не знаю. Ну, и давайте глянем, еще там есть у него, по-моему, какая-то попытка соло. Конечно, такого, ну, не бывает, да, чтобы человек вообще шляпно играл в рифф и простейшие вещи не мог там, типа, три ноты связать, но при этом в сольках поливал. Такого не бывает. Но вдруг, мало ли, Дэйв Наварро это то исключение, которое подтвердит это известное правило. Давайте посмотрим. Даже включаться с первого раза не хочет. Я думаю, что комп, как будто чувствую, что сейчас будет что-то нездоровое. Видите, да, это классический псевдопикинг, ну, это как бы хэмид стайл, или кингстайл, слэш стайл, когда руки за 40, за 50 лет никогда не совпадают вместе. То есть человек, допустим, трючет правую руку одну, а левый, если это замедлить, получится что-то типа то. То есть он хотел, наверное, сыграть что-то в таком духе, но руки не слушаются вообще, даже азов нету. То есть даже вот понимание, как, допустим, вот нужно человеку простейшей задачи взять, допустим, мышь со стола, да, и вот здесь то же самое, в гитаре простейшей задачи взять и сыграть три ноты. Но вот у него не получается вообще, потому что он не слышит, не понимает, какие мышцы за это отвечают. Ну, сыграть три ноты, это почти половину всех нот сыграть. Это же их семь всего. То есть чуть-чуть поменьше половины всех нот. Так что, может быть, это и сложно. Вообще, люди играют на гитарах, он это не понимает. Ну, давайте немножко помучимся и будем заканчивать. Прикольно, у него татухи вот на правой руке, звезды, просто звезды вот здесь вот. Ну, вот так, господа, посмотрите на мои уставшие, выжженные лазером глаза и представьте, насколько у нормальных людей также выжигается, высыхает и умирает уши от такой вот, в кавычках, игры на гитаре. Поэтому развивайте свой слух и, в общем, смотрите уроки, смотрите умеет ли, активно лайкуйте. И еще раз вам огромное спасибо за вашу поддержку. До скорой встречи на Первом Гитарном. Всем пока. Да, блин, ну, в конце что-то он прям совсем там плохо было, конечно, да. Ревер опять куча, куча дел этого, ну, драйва, дисторшена, гейна, гейна. Вот. В общем, да, странно это все, очень странно, но как есть. Ребят, вам спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите на мои стримы. Всем хорошего настроения, пока.